приветствую всех по ту сторону экрана меня зовут егор вы на канале shelter 923 тема агенты матрицы биороботы ловушка негативного эмоционирования давайте немного порассуждаем и рассмотрим темы поближе фильм вторжение 2007 года и похитители тел 93 по факту пересняли но связи с осовремениванием картинки ощущение от фильма деталей поведения главных героев и агентов совершенно разные нужно четко понимать я не беру все что в фильме за чистую монету только детальки которые мне кажутся интересными и имеет нечто общее с нашим реальным миром и некие схожие элементы как в других фильмах так плюс-минус можно понять что за идея продвигается именно по этим вот одинаковым деталиком разных фильмов идеи из картины в картину фильме похитители тел идея сна захват разума во сне сон сам по себе самая привычная вещь которая только может представить человек но и до сих пор самая спорная функция как работает мозг окончательный вердикт не имел места быть открыли и познали якобы все вокруг эти ученые а собственную головушку то подзабыли есть много интересных свойств мозга по типу гипногогии или во время медитации картинки в глазах вполне реальное тоже и про гипногогии как будто видишь наяву если вам интересно что я думаю обо сне и некоторые мои наблюдения проходите по ссылке в описании там будет видео на эту тему вы верите в существ по ту сторону лярвы и демоны и бесы и прочие саморегулируемые винтики системы про контроль разума во сне лично я считаю такое может быть конечно не только во сне бодрствование и сон в эти разные промежутки времени чаще всего это провокации на эмоционирование им же тоже нужно кушать конечно как я считаю не все по ту сторону обладают интеллект просто машина запущена делать определенный процесс например вызывать одну и ту же ситуацию как я сказал чаще всего провокационную вывести на эмоции конечно если вы не сталкивались систематичным происхождением каких-либо ситуаций никогда не задумывались если вообще есть чем задуматься это будет очень сложно понять и чаще всего слова больше всего матерного характера летят в ведущего набор слов будто просто ударил кулаком по клавиатуре и так плавненько дошли до биороботов этот фильм показывает как бы пародию на биоробота холодные пустые глаза без эмоций не способны поддержать разговор не способны пошутить или только на уровне туалетного юмора не способны связывать понятные предложения отсутствует логическая цепочка не способны связывать слова в предложении не используя при этом матерные слова мнимые и мелочные суетливые и вероломные про шутки это яркий показатель биоробота стоит пошутить и громко рассказать что-то смешное реакция на лице или лицах будет пустой стоит отрастить себе длинные волосы ты тут же будешь ловить на себе кучу тупых взглядов недоумения стоит отрастить бороду тебя тут же осудят и могут даже сказать такую формулировку что так нельзя что значит нельзя у биороботов свой свод правил матричных много раз видел про то что так нельзя в разных частях интернета и в реале просто вот такая реакция длинные волосы ты сразу не такой моментальная реакция то есть шутки и длина волос по сути провокация для них показывает их сущность тут же эмоции с вашей стороны также стоит говорить по телефону среди них записывать голосовое сообщение что-то громко сказать реакция часто по пять копеек недоумения это биороботы в реале конечно у них есть эмоции но для них сложно сказать какого характера эти эмоции эти биороботы как возможная интерпретация по ту сторону просто фантазия собирательные образы и аналогии вспомните про эмоциональное преступление эквилибриум похитители тел вторжения сколько еще таких фильмов эмоции выдадут тебя вспомните фильм матрица где агенты матрицы в черных официальных костюмах никаких эмоций чаще всего вот эта черта без эмоциональной машины выполняющий рутину день и за дня и есть большой ключ все фильме вторжения в костюмах как агенты из матрицы или преобладающим цветом является черный и серый то есть в этих не связано как бы между собой фильмах одна черта один ключ костюмы черный цвет и без эмоций и эмоции тебя выдадут конечно я не утверждаю что человек костюме черном сразу некое зло и берегись его нет скорее в этих фильмах либо собирательный образ костюм просто подчеркивает серьезность либо книга аслана дети его демона среди людей больше скажет по этой теме много с чем я не согласен в этой книге но и есть то что кажется очень уж логичным в данном случае эмоциональное преступление думаю как символ питания паразитов по ту сторону эмоциями человека то есть люди в реале биороботы и есть по ту сторону те кому выгодно такое поведение таких людей то есть эмоционирование также не забываем что есть люди эмоциональные вампиры они сделают все чтобы вывести тебя на эмоции чаще всего негативные крики ругань мат истерики и прочее вот и поздравляю вами попитались как я думаю и человек этот кто привязан к нему по ту сторону то есть возможно будь этот провокатор без паразита он бы и не подумал о том чтобы у вас эмоционально как-то пытать то есть если человек слаб характером и он легко реагирует на внешнее что-то эмоции льются рекой либо он уже заражен паразитом либо будет вот и похитители тел важно сохранять спокойствие и чтобы эмоции были преобладающие позитивными позитив как волна энергии сметает все негативное я бы хотел разобрать тему паразитизма более обширно не раз сталкивался систематичными ситуациями очень хочется обсудить что такое узлы и как защититься вот несколько ключевых моментов из фильма вторжение 2007 года нужно понимать что к этому фильму приложили руку в очовске те самые что создали фильм матрица а эти товарищи точно знают все про то что по ту сторону и эту и интерпретирует стараясь зашифровать все что они показывают вот в принципе минута фильма прошла и нам сразу же показывают знакомый код интересный момент на одном часу двадцати двух минутах такие были слова мир без войн и насилия то есть когда там они все стали безэмоциональными мир стал без войн и насилия и прочего интересно что подобные формулировки были и в эквилибриуме где некий тетраграмматон об этом еще будет видео установил диктатуру безэмоциональную и там тоже не было воин разве что только против эмоционирующих также фильм чужие среди нас там где промывка мозгов по всем направлениям там также не люди вокруг вспомнился диалог из сериала мир дикого запада там было что-то про они они вокруг нас но они не мы про контроль и прочее обязательно проходите по ссылке в описании и смотрите разбор интересных скрытых смыслов этого сериала обязательно пишите что думаете не забывайте ставить лайки они очень важны подписываться на канал и всем до встречи а